Всем большой привет! Я очень рад видеть вас на своем канале! И сегодня я хочу снять для вас видео о том, как приготовить салат для своего грызуна. Итак, я буду готовить салат для своей бузьки. Также вы можете приготовить для своего грызуна, который у вас есть дома. Был бы это, например, хомячок или хорек, шиншилка. Но вы должны подбирать фрукты и овощи, которые можно давать вашему грызуну. Потому что есть овощи и фрукты, которые можно давать кролику, но нельзя давать, например, хомячку и шиншилке, например. Вот, поэтому, что можно давать вашему грызуну, из того вы и делайте салатик, если вы хотите. Итак, давайте же начнем. Итак, для приготовления салата вам понадобится дощечка, где резать, ножик и фрукты и овощи, которые можно вашему грызуну. Я буду делать салат из перчика, яблочка, морковочки и листьев салата. И куда вы будете весь салатик слаживать, конечно же, можно здесь кормушечку, но так как у Буси там в кормушке есть еще еда, я возьму такую мисочку, вот, и поставлю в холодильник, потому что я сразу не буду давать Буси, а буду давать ей этот салатик на обед. Итак, все эти овощи моем. У меня морковка молодая, поэтому на ней нету кожуры, и Буси вместе с этой кожурочкой сверху ест, потому что морковка молодая, и с нее можно и не счищать кожуру, как там давать кролику. С яблочкой буду счищать кожуру, потому что я не уверена, что эта кожура хорошая, там нету никаких нитратов, подпиток, и буду немножко давать перчика, потому что перца можно немного, вот, много перца давать нельзя, я буквально вот немножко отрежу, в общем, сейчас я вам все покажу. И для салата Буси просто у меня обожает, поэтому тоже включила в этот салат. Я возьму сначала морковочку и нарежу ее потолще кусочками. Вот, я уже, у меня здесь была нарезана морковочка, я Буси давала, но она ее не стала кушать, поэтому я думаю, что использую ее в салате, я у нее забрала только что с кормушки, вот, и сейчас немножко дорежу еще. Вот, я режу потолще кусочками, и если у вас хомячок, какой-нибудь мелкий грызун, то режьте ему потоньше кусочками и разрезайте на мелкие квадратики. Если же у вас, ну, кролик, как у меня, то можно вот просто вот потолще отрезать и разделить просто напополам, вот так вот. И все. Тогда кролик с удовольствием у него покушает, то есть он будет прилагать усилия, чтобы погрызть, истачивать зубки, и это будет очень хорошо. Режу еще один кругляшок. Вот, и разделю напополам. И все. Как сушить овощи, я вам покажу в следующем видео, потому что я сейчас проэкспериментировала. Морковка у меня засушилась, но я отрезала очень мелкие кусочки, и сейчас у меня сушатся яблочки и морковки, то есть я уже отрезала вот такими вот кругляшками целыми. Вот. Вот, в общем, я нарезала морковочку, надеюсь, что вот столько хватит. Морковочку можно отложить. Беру вот яблочко, отрезаю вот кусочек. Так вот. Здесь, где подгонившим, немножко я отрезаю, конечно же. Очищаю шкорочку и режу на не сильно мелкие кусочки. Вот так вот. И я нарезаю на вот такие вот кусочки. Так вот. И все. Если у вас, так же повторяю, что есть не хомячок, то разрежьте на мелкие квадратики. Не сильно мелкие, конечно, но напополам еще, или даже на две части вот так вот еще, на три. Будет хорошо для хомячка. Вот. И отрежу еще небольшой кусочек. Так вот. Все. Вот столько яблочек хватит. Яблочек тоже можно убрать. Беру теперь перчик и отрезаю вот буквально немножечко. Надеюсь, вот там видно хорошо. Вот. Отрезаю вот такую вот пимпочку. Вот. Конечно же, все зерна оттуда. Я сверху не резала, резала с носика. Вот это, поэтому здесь вообще нету зерен. Если вы будете резать с серединки откуда-то брать, вот отсюда, например, то зерна вытаскиваете, потому что зерна не нужно давать грозунам. Вот. Теперь вот я разрезаю. Так вот напополам. И вот так вот наполовинке еще. Все. Так вот перчика, думаю, хватит. Листики салата я резать не буду. Я просто на них сверху уложу все вот в эту вот красоту. Также можно, если у вас кролик, я, наверное, подрежу еще немножко чего-нибудь, потому что у меня мало получилось. Наверное, перчика, я думаю, хватит, потому что перца много нельзя давать. Вот. Подрежу еще немножко яблочком, я думаю. Вот. Вот так вот. Все. Хватит. Теперь вот беру мисочку, ложу вот так вот листья салата. Так вот. Ложу туда морковочку. Так вот, чтобы вам было лучше видно. Морковочку. Яблочки. Перчик. Так вот. И вот так вот у меня получается. Сейчас я вам покажу сверху, как оно выглядит. Так вот выглядит салатик для бузьки. Это я буду давать и на обед. Вот. Также в этом видео я расскажу, что можно давать кроликам летом, чтобы облегчить, как бы, жажду их. Потому что кроликов шерезишь все-таки, им жарко летом. Поэтому как можно облегчить и улучшить рацион вашего кролика. Такого салатику не получился. Также можно вот здесь и сверху чем-нибудь украсить. Я, наверное, возьму еще что-нибудь. Украшил салатик вот такой вот вкусняшкой, дропсинкой вот такой вот. Но это сделаю потом, потому что в холодильник эти дропсы нельзя ставить. Вот. Вот так вот сверху просто положу. И все. Бусю всегда первым делом съедает самые вкусные. Она дропсы эти очень любит. Но много ей нельзя давать. Я ей даю дропсы раз в неделю. Вот. Два раза в неделю. Но не чаще. Вот. Так вот. Также я могла сюда порезать еще и огурчик. Но, к сожалению, у меня огурчика не было. Вот. Поэтому я порезала тут только фрукты и овощи, которые Бусе можно. Также можно кроликам и буряк. Но буряк я не стала резать, потому что как бы Буся его не сильно любит. Я порезала вот в основном те фрукты и овощи, которые Буся вот очень любит. Вот перчик я ей давала. Вот. Перчик я ей давала. Она кушала его. Поэтому немножко перчика можно. Но так как яблок, например, или морковки, столько в большом количестве перца кроликам давать нельзя. Вот. Поэтому если даете перец, то нужно быть очень осторожным и давать в маленьких количествах. Также я бы хотела сказать еще одно но. Если у вашего кролика после салата или любого другого там овоща или фрукта, который вы дали, будет понос, это значит, что кролик или любой другой урозун, которому вы дали, просто переел этого фрукта или овоща. И просто нужно это убрать и покормить двое суток только кормом и сеном. Вот. Поэтому если же вы переборщили там с фруктами, у него понос, то просто покормите двое суток только. Уберите просто все овощи и фрукты, не давая двое суток, и покормите просто кормом и сеном, как я уже и говорила. Итак, ну давайте отправлять в холодильник наш салатик. Я накладала салатик пищевой пленкой, чтобы он не заведался в холодильнике. Вот. И давайте отправлять наш салат в холодильник уже. Да, кстати, вот мои засушенные фрукты. Вот я морковку только вот где-то час назад или полчаса порезала и положила. Вот. А вот яблочки сушатся. Так. Давайте ставить в холодильник. Так вот я вот сюда поставлю. Вот. И все. Когда я буду давать, я полчаса, за полчаса до того, когда буси я его вытащу, потому что холодное давать нельзя. Ну, не то, что нельзя, нежелательно. Вот. Поэтому вот так вот. Итак, а сейчас я вам хочу рассказать, что можно давать кроликам из овощей и фруктов. Из фруктов кроликам можно предложить яблочки. 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 И из фруктов, в принципе, все. Из овощей можно предложить кроликам морковку, листья салата, клевер. Буси у меня очень его любят. Я его только папа вчера с дачи привез, она уже весь его покушала. Вот. Также брокколи. Если это карликовый кролик, по-моему, я читала, что ему можно капусту. Декоративным кроликам капусту нельзя, потому что у них может быть сильное сдутие живота. Вот. В общем, сильные газы могут быть, распирать живот может. И это приведет не к очень хорошим последствиям. Потом также можно давать, например, вот орешки. Можно давать, но такие, чтобы они были не жареные. Можно давать бурячок, огурчик. В общем, все овощи, брокколи, там такую вот травку, кроме капусты. Это декоративным кроликам. Буря, листья, как бы вы мне сказали, листья буряка, Буси у меня очень любит. Вот. Он тоже вот лупит их за обе щеки. Вот. В принципе, вот все, абсолютно все можно давать. Также кабачок можно давать кроликам. Вот. Абсолютно все можно давать, кроме вот, я как я сказала, уже капусты. Просто капуста. Если листья капусты тоже нельзя, но оно то же самое. Листья салата можно давать, листья буряка можно давать, клевер. Вот. Листья капусты нельзя, еще раз повторяю. Потому что от листьев капусты может быть сильное вздутие и к очень плохим последствиям может привести. Вот. Вот в принципе это... это можно давать все кроликам. Также нельзя давать из цитрусовых, например, апельсины, мандарины. Нельзя такое давать. Вот. Из овощей я уже, как сказала, вот перец я резала. Вот. Поэтому, в принципе, все им можно, кроме капусты. Также сейчас я вам хочу рассказать, какой рацион можно сделать для своего грызуна летом. можно сделать так. Например, вот когда лето, чтобы кролику было не так жарко и жажду как бы его уменьшить, это с утра можно предложить, например, кролику какой-нибудь салатик мы сейчас с вами сделали. Травку, например, там можно предложить, не давая зерновую смесь, корм и сено. Ну, сено можно, конечно же, от сена ничего не будет. Вот. Ну, вот летом, например, можно предложить с утра, как я уже сказала, это овощи, фрукты, салати какой-нибудь сделать. Вот. И не давать, в общем, зерновую смесь. Днем уже можно дать зерновую смесь немножко. И также можно дать там фрукты, овощи. В основном летом грызуны очень любят есть траву, листья салата, листья буряка, в общем. В основном летом кормите, вот, чтобы основное питание было, чтобы у них это на траве держалось. Потому что 67% у кролика в его рационе содержит это сено и трава. Вот. Остальное уже это овощи, фрукты и зерновая смесь. Вот. Поэтому больше травы давайте. Тем более, что у кролика, вот, у него кишечник у кролика в 20 раз больше, чем он. Вот. Поэтому давать травку это будет очень полезно. Вот. В принципе, вот, это все, что я хотела сказать, вечерком. Также можно дать, например, там, листья салата, травку. В общем, летом полностью, чтобы у него 67% вот этих вот состояло из травы, листьев салата, листьев буряка. В общем, вот именно из травы. Зерновые смеси это уже остальные, там, 10 или 15%. Вот. Также к этим 67% идет и фрукты, и овощи. Вот. В принципе, это все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите замечательные комментарии внизу и ждите новых видео. Всем пока!